Друзья, привет! Сегодня у нас вторая часть обзора заседания Первого комитета по ядерному оружию. В первой части мы посмотрели на фон, на котором происходит это заседание, как внешне, так и внутренне ООНовски. Ну а сегодня мы посмотрим выступление Евросоюза. Сразу отвечу на вопрос, почему именно Евросоюза, а не какой-нибудь другой страны. Потому что, во-первых, оно максимально показательное, во-вторых, оно сжатое. Они собрали, по сути, все свои страхи в контексте обсуждаемой темы, то есть ядерного оружия, и запихали в одно короткое и емкое выступление. Ну а в-третьих, оно отражает мнение всего вот этого прозападного сообщества. Так что именно вот это выступление мы сегодня вместе с вами и посмотрим. Мы глубоко беспокоены недавними испытаниями не тактического ядерного оружия России и Белоруссию. Мы также глубоко встревожены заявлением России о внесении изменений в ядерную доктрину. Мы также напоминаем, что в 2002 году Россия подписала совместное заявление, в соответствии с которым в ядерной войне нет победителей, и она никогда не должна начаться. Мы призываем России выполнить эти обязательства, а также обязательства по международному праву. ЕС осуждает заявление России о размещении ядерного оружия на белорусской территории. Поэтому мы призываем Россию и Беларусь выполнить обязательства по Будапештскому эморандуму. А тут, друзья, у нас классический пример, это другого. Россия и Беларусь проводят ядерные учения. Это мы видим, это мы осуждаем. Соединенные Штаты и НАТО проводят ядерные учения. Мы ничего не видим, но это, ну, надо понимать, это совершенно другое. На территории Беларуси находится ядерное оружие Российской Федерации. Это мы тоже видим и осуждаем. Но ядерное оружие Соединенных Штатов, которое находится на территории Евросоюза, мы не замечаем, потому что это совершенно другое. И в одном из обзоров мы смотрели, как американец буквально говорит, что это совершенно другое. Председатель, мы подчеркиваем необходимость конкретного прогресса в направлении полного осуществления статьи 6 ДНЯУ, особенно в части, касающейся общего сокращения глобальных арсеналов ядерного оружия, при учете особой ответственности государств, которые обладают крупнейшими ядерными арсеналами. ЕС напоминает о мере 5 в рамках плана действий ДНЯУ, который призывает ядерное государство повысить транспарентность и взаимное доверие. Тут тоже очень интересная деталь. Разоружаться должны страны с наибольшим количеством ядерного арсенала. Ну, то есть это Соединенные Штаты, Россия и Китай. Понятное дело, что в нынешних обстоятельствах никто из вышеперечисленных стран разоружаться не будет. Это так, просто пустой звук, да? Программная строчка в этом выступлении. Но даже если геополитическая обстановка в мире утихомирится, и страны реально начнут вести переговоры о разоружении, встанет вопрос. Соединенные Штаты состоят в военном альянсе с другими ядерными державами, такими как Франция, например, или Британия. И тогда надо разоружать не Соединенные Штаты, Россию и Китай, а надо разоружать НАТО, Россию и Китай, чтобы был ядерный паритет. А если разоружить просто Соединенные Штаты, Россию и Китай, ядерного паритета не будет, и никто не пойдет на это. ЕС приветствует усилия, которые достигнуты некоторыми государствами, и призывает других патемиологичным образом, отмечая предложение в рабочем документе Европейского Союза по этой теме. Рабочий документ 6 последней обзорной подготовительного комитета. Сокращение развернутых стратегических ядерного оружия по новому СНВ способствует достижению целей статьи 6 дня. ЕС глубоко беспокоена приостановкой России участия в новом СНВ. Мы призываем Россию незамедлительно вернуться к соблюдению договора, выполнить свои обязательства. Мы подчеркиваем важность наличия. Перевожу. Представитель Европейского Союза хочет, чтобы инспекция Соединенных Штатов посещала ядерные объекты Российской Федерации. Ага. Вот в этих условиях, в которых мы сейчас находимся, он, ну, как бы на полном серьезе зачитывает свою программную вот эту вот речь. Даже я, являясь никем, по сути, да, просто каким-то нунеймом из интернета, понимаю, что для того, чтобы хотя бы начать вести переговоры об этом, я уже не говорю о самой инспекции или самом разоружении, да, хотя бы начать вести переговоры, нужны условия соответствующие. Сейчас условия такие, что никто не будет даже смотреть в сторону таких переговоров. Договор о преемниках в интересах международной безопасности и недопущении новой гонки ядерных вооружений. Учитывая стремительное, обширное ядерное строительство Китая, мы призываем Китай присоединиться к будущим соглашениям по контролю над вооружениями и позитивно откликнуться на призывы вести диалог по контролю над вооружениями. Мы, национально призываем Китаю, повысить транспарентность в отношении своих ядерных арсеналов и доктрины, воздействовать от дальнейшего строительства и принимать меры по сокращению рисков. Учитывая дефицит транспарентности в отношении ядерной доктрины, политики и увеличенного арсенала, мы призываем нести ясность и наловить реальные контакты стороны Китая в этой связи. Да, конечно, и Китай такой в самый разгар геополитического противостояния. А почему бы и нет? Базара нет, ребята. Заходите к нам на ядерные склады, да, смотрите, инспектируйте. А еще давайте сократим ядерное оружие. Нет, оно бы было классно, да, если бы страны стали разоружаться, была бы взаимная инспекция, ну и в целом было бы, возможно, более безопасно в мире. Но этого никто не будет делать. Это, вы знаете, есть план Володимира, состоящий из пяти пунктов, пяти хотелок, по сути, и есть план Евросоюза, как разоружить Россию, Китай и Соединенные Штаты. Но альянс, военный альянс НАТО мы разоружать не будем. Потому что, ну а при чем тут НАТО? Ну, вон, поговорите с Соединенными Штатами. Но это так не работает. Поощрение универсализации и вступление в силу ДЗЯИ – это ключевой приоритет для Европейского Союза. Мы призываем все государства, которые пока это не сделали, подписать и ратифицировать ДЗЯИ. Пока это не предоставлено, мы призываем все государства придерживаться моратория на ядерные испытания. Мы призываем Россию отозвать решение, отменить решение об отзыве с ратификацией ДЗЯО. ЕС призывает незаметно начать и завершить переговоры в конференции по движению по договору, запрещающему производство расширяющих материалов для применения веерного оружия и других взрывных устройств, в соответствии с документом ССИД-1299. Пока такого договора нет, ЕС призывает Китай и все заинтересованные государства декларировать и объявить незаметно мораторий на производство расширяющихся материалов. Кроме того, мы продолжим поддержку усилий ряда государств, включая государства члены Европейского Союза, по рассмотрению роли ядерного контроля в форсировании ядерного оружия. Мы поддерживаем дальнейшие усилия на всех соответствующих площадках. Интересно, а как на практике выглядит такая поддержка? Не на словах мы поддерживаем тех, мы поддерживаем этих, а вот прям на практике. Потому что пока что это просто пустые слова, которые не значат ничего. Я тоже могу сделать предложение представителю Евросоюза. Ну, во-первых, Евросоюз выходит из Североатлантического Альянса. Во-вторых, снимает все свои незаконные односторонние санкции. Выплачивает компенсацию, потерь, которые были вызваны этими незаконными односторонними санкциями. Отказывается от антироссийской пропаганды. И начинаем налаживать экономические, политические, социальные, культурные и прочие связи. И вот в этих условиях можно уже начинать разговаривать о разоружении и о мире в нашем большом евразийском регионе. Только вот мои предложения имеют плюс-минус ту же ценность, что и предложения представителя Евросоюза. Они просто невыполнимы. МАГАТЭ со своей системой гарантий – это неотъемлемый, незаменимый компонент международного режима ядерного неоружения. ЕС поддерживает дальнейшее укрепление системы гарантий. ЕС признает, что негативные гарантии безопасности укрепляют режим ядерного нераспространения. Призывают все государства-члены, которые пока это не сделали, вновь подтвердить существующие гарантии безопасности. ЕС признает критическое значение существующих зон свободных ядерного оружия для мира безопасности. И мы сохраним верность осуществлению резолюции по Ближнему Востоку 1995 года. Ключевой приоритет безопасности ЕС – это то, чтобы Иран никогда не завелся ядерным оружием. Мы напоминаем о обязательствах Ирана в этой связи и о его международных обязательствах по НИАУ. Мы призываем все страны поддержать осуществление резолюции Совета безопасности ООН 2231. Мы сожалеем, что Иран пока не принял необходимые решения для возвращения к выполнению обязательств по СВПД в ядерной сфере. ЕС сохранит приверженность СВПД безудержное... Безудержное лицемерие со стороны представителей Европейского Союза. Иран мы осуждаем, но Соединенные Штаты, которые вышли из ядерной сделки с Ираном, мы осуждать не будем. Сделаем вид, как будто бы ничего не заметили. Ну а вот Иран надо осудить. Это же ведь заезженные штампы уже до дыр, которые они повторяют из года в год. И ведь это позиция всего Европейского Союза. Ну а если быть до конца честными, то это позиция Соединенных Штатов, озвученная представителем Европейского Союза. И ценности у этих заявлений просто ноль. Потому что это просто, опять же, очередной набор штампов. Ядерное строительство в Иране за последние пять лет ставит под удары СВПД. В этой связи мы обеспокоены предложением расширения ядерной программы Ирана. И отсутствием сотрудничества между Ираном и МГТ. Мы не видим никакого гражданского оправдания для такой ядерной программы. Мы призываем новое иранское правительство взаимодействовать с агентством. Так а что там насчет Соединенных Штатов и выхода из ядерной сделки? ЕС настоятельно призывает КНД отказаться от незаконных дестабилизирующих действий, которые подрывают органам между мир и безопасность. КНД должна принять конкретные меры по ликвидации оружия массового уничтожения, баллистических ракет и существующих ядерных программ на полной проверяемой необратимой основе. КНД никогда не будет приняты как и государственным оружием и должна вернуться к плану истокопитательному праву. Мы призываем КНД вернуться к союзению дня и соглашение у всем еще гарантия. МГТ отключен микрофон у оратора. Ну и правильно сделали, что выключили микрофон этому оратору. Если бы его выключили на первой минуте его выступления, ничего бы по сути и не поменялось. Ну а с КНД тут стандартная схема. Ядерные боеголовки и баллистические ракеты Северной Кореи мы видим, а вот военные учения с ядерными подлодками, бомбардировщиками и прочими плюхами у берегов Северной Кореи мы не видим. Впрочем, все как обычно. В общем, друзья, вот это и была объединенная позиция Европейского Союза. Ну а если быть точнее, Соединенных Штатов, озвученная представителем Европейского Союза. В следующем видео мы посмотрим выступление представительницы Российской Федерации. Ну а там уже я не буду так часто прерывать. Мы посмотрим это выступление целиком и, скорее всего, или с минимальными моими комментариями, или вообще без комментариев. Но это уже будет в следующем видео. Ну а сейчас на этом все. Что думаете, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на Рутуб канал, на Дзен канал, на ВК канал, на Телеграм канал. Ну, в общем, на все каналы подписывайтесь. Ну и не забывайте подписываться на Ютуб канал. Или я говорил уже. Не говорил зато о Бусти. Не забывайте подписываться на Бусти. В общем, у меня на этом все. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok